Мы такие же люди, и у нас тоже случаются ситуации, которые заставляют изрядно нас понервничать, только нам нужно еще и снимать. Для вас. И это не всегда бывает просто. Всем привет! Думаю, у вас накопилось достаточно вопросов ко мне. В частности, о том, почему я снимаю такой редкостный шлак. Да еще и так редко его выкладываю. Редкий-редкостный шлак. Сегодня я хочу рассказать вам о том, что со мной произошло за последнее время, что осталось за кадром и почему я изменилась. Перенесемся в сентябрь. Начало учебного года, второй курс медицинского колледжа и шестидневная система обучения впервые в жизни. 10 сентября прошла моя вторая в жизни встреча со зрителями, на которой присутствовал человек 500, и после которой я не могла и не хотела ни с кем говорить в течение трех дней. Потому что это был невероятный выброс из меня в вас и вброс из вас в меня эмоций. Меня никогда в жизни не обнимало такое количество людей, любимых людей. Через пару дней после встречи от подруги я получаю предложение о том, чтобы поступить в бесплатную автошколу, в которую поступить бесплатно возможно только тем подросткам, которым еще нет 18. А я как услышала слово «бесплатная», так и давай думать, что платная-то автошкола. По цене квартиры стоить будет, наверное. Возможно, конечно, на пару миллионов подешевле, но в целом примерно столько же. Пошла я в эту школу. Авто. И, к слову, всю свою сознательную жизнь я была твердо убеждена в том, что близко подходить к рулю мне запрещено. Потому что если я встану даже рядом с рулем, в этот момент какой-нибудь пешеход обязательно переедет с машиной. Поначалу все было нормально. Занятия проходили два раза в неделю. А спустя эту неделю, когда занятия были два раза, мы начали учиться в вождению. Просто сели за рули. За настоящие рули. И поехали по дороге. Это, конечно, все замечательно. Практика-то очень важна. Но занятий автоматически стало в два раза больше. Еще по одному-два дня от недели, только теперь уже на вождение. Первые три занятия я водила. Как водила я водила. Настоящий водила. А потом, когда подбавилась на учебе проблем, когда побольше стало пар, я просто... Ну вот инструктор мне говорит, включай левый поворотник и езжай налево. А я включаю правый поворотник и езжаю направо. Ну думаю, ладно, еще не вечер. Может, станет легче. А потом у нас появилась медицина автокатастроф. Это еще либо минус один день от недели, либо приходи на час раньше перед основными занятиями в автошколе и занимайся на час дольше. Итого четыре дня обучения в автошколе еженедельно. А еще учеба. А еще единственный выходной, который я посвящала съемке. Короче, вот что происходило и происходит со мной до сих пор в колледже. Это я так сплю. И, в общем, в декабре я ушла из автошколы. Зато еще и на практике убедилась в том, что выкатываться на дорогу мне категорически нельзя. Месяцем позже я остаюсь без самых близких друзей. И этому, разумеется, предшествует ряд событий, который тоже не мог не повлиять на мое настроение и состояние. У моего любимого кота Кости резко уходит вес в размере килограмм пяти. А весил он восемь. Мы на всех парах помчали в ветклинику. Там нам говорят о том, что печень нашего кота отказывает в результате попадания в организм реагентов. Предположительно. А по зиме наши дороги были усыпаны этими реагентами. Выбирай на любой вкус. Понравится даже коту. И, видимо, от нашей невнимательности зимой Костя получил доступ к обуви. Либо эти реагенты показались ему деликатесом, и он их лопал за обе щеки, либо он умудрился в них вляпаться, после чего умылся, тем самым все связав и проглотив. В общем, назначили ему отнюдь недешевое лечение. Все это время мы его лечили и переживали. И переживания наши даром не прошли. Костя пошел на поправку. Мы не прекращали его лечить, восстанавливать, и дело шло в гору. А потом случился внезапный рецидив, и Костя умер в муках. Это произошло буквально 3 недели назад. Примерно эти же 3 недели назад у меня портится самочувствие. Я мерю температуру, а на градуснике 37 градусов. Я мерю температуру на следующий день, а на градуснике 37 градусов. Так я мерила свою температуру в течение 2 недель ежедневно. А на градуснике было 37, а иногда 37,5 градусов. Кроме того, что мне очень тепло, я не чувствовала ничего. Только усталость была подозрительно сильной. И что я сделала? Правильно! Залезла в интернет. Нашла у себя туберкулез, и в качестве бонуса взяла себе еще мешочек, наполненный сотней разных заболеваний. Пришла ко врачу. Первый вопрос, который мне задали после моего рассказа. Флюорографию давненько делали, а я в кабинете врача про туберкулез не проронила ни слова. Следующим вопросом было, были ли в окружении случаи с туберкулезом? Я думаю, эх, ну классно. Домой я закатилась в истерике. На следующий день я делаю флюорографию. Чисто. Я прохожу обследование, сдаю кучу анализов, и через пару дней у меня начинает болеть зуб мудрости. Опухают лимфоузлы, анализы ничего не показывают, а у меня зуб мудрости полез. Зубок прошел, температура спала, а я заболела. Что же я хотела этим всем сказать? Мне совершенно не нужна жалость с вашей стороны. Я просто хотела дать вам понять, что вот такое бывает у некоторых блогеров за кадром. Конечно, происходило много всего хорошего, но иногда бывает тяжело. А снимала я такой шлак по типу распаковок только потому, что боялась остаться забытой вами. Я могла бы временно остановить съемки на период форс-мажорных ситуаций, что я в принципе и делала, когда уже совсем не получалось нормально держаться на камеру. Но съемка это моя отдушина, и она давала мне возможность абстрагироваться от внешнего мира. Я бы просто не смогла от вас уйти. А те видео, которых вам давно не хватает, я не могла снимать по той простой причине, что мне элементарно не хватало на них эмоций. Каждому видео я отдаюсь. Вся. И абсолютно каждую съемку происходит вот такое. Но случилось так, что в последнее время вот такое из меня делали не съемки, а происходящие события. И это далеко не все, что я могу вам рассказать. Просто хочу, чтобы вы знали, что у каждого блогера в некоторые моменты за кадром происходит то, о чем он не всегда может рассказать. Поэтому не пишите блогерам о том, что они не Ивангай, и заставлять своих зрителей ждать видео так долго просто некрасиво. Но откуда мы можем знать? Вдруг у этого блогера режется мудрости зуб? Или умирают котики? Огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, я не испортила вам настроение. Внимательнее относитесь к состоянию здоровья ваших близких. И, в принципе, внимательнее относитесь к близким. А я вас всех безумно люблю. Целую, обнимаю. И всем пока-пока. Простите меня за тот шлак. И это не было коммерцией. Мне не платили это обзоры. Покажу. Продолжение следует...